здравствуйте дорогие друзья с вами валерий бавсуновский в принципе я хочу рассказать чтобы вы понимали зачем вам сайт python-ru.ru и что это за сайт значит основная цель сайта это развитие языка python и другие и разных библиотек таких как джанга киви дальнейшее развитие например если вы возьмете поисковик сегодня python-джанга то в большинстве случаев вы обнаружите уроки как делать первое приложение как сделать научиться работать джанга с джанга для этого есть целая школа где мы вы есть получите доступ изучите и python с нуля и джанга научитесь делать простые вещи такие как блог магазин простой сайт а что дальше ведь интересно что будет дальше вообще развиваться ну давайте даже если вы хотите написать такой сайт этот сайт постоянно развивается смотрите например то есть понятно что надо научиться писать кабинеты научитесь надо научиться делать сайт как социальную сеть это надо однажды понять вариантом может быть моря но это я просто сделал чтобы на мобилах было чуть-чуть участников вариантом может быть море и здесь море тонкостей чтобы допустим весь человек переходил на участника он мог под него подписаться но ведь это довольно сложно сделать только с одним джанга для этого надо другие инструменты например такие языки как джава скрипт конечно можно было бы сделать просто взять jokery но меня я делаю уроки всегда основательно вот по школе по по отзывам да уже есть люди которые начали работать используя python например недавно присылал наш участник мне сообщение так но это просто новичок пишет валерий добрый вечер спасибо за уроки реально очень круто объясняете понятно мало контента где все разжевывают это а этого новичка очень не хватает для понимания и так далее и так далее вот наш участник станислав асипишин у меня немного по-другому сложилось попав сюда уже были базовые знания python видео стекториума от jetbrains начинал жанга по вашим курсам школы и флеск в итоге от всего отошел перейдя к прикладное программирование теперь алгоритмы дископ и серверные приложения в паре с микроконтролерами в общем человек сейчас уже зарабатывает вопрос в том что python школе общий курс и на самом деле можно развиваться в любом направлении просто мне очень нравится веб хотя я заметил в школе например развиваются такие направления как если посмотреть вот пайкат и много чего развивается киеве развивается и я у меня личный интерес киви это вот можно здесь на spb перейти в еще нажав я сделал целый сайт но далее на этом сайте поэтому тире тут собираюсь продолжать киви именно связка киви и джанга чтобы делать приложение как instagram сделан то есть серверная часть будет на джанга а сама морда будет на киви или вы можете сделать на любом другом на любой другой библиотеке просто киви очень мощная библиотека за эти годы она так подняла что на ней делать мобильные приложения очень круто а вы представляете когда сервер серверная часть на джанга то есть на сервере можно разместить тонны информации а потом при помощи rest api просто передать и получается и приложение маленькая само по себе значит киви то есть мобильная а значит владеет буду иметь доступ к информации к абсолютно любой так можно писать и социальные сети все что угодно но у меня вот работает я отвлекся там не завершил один вопрос сейчас я пожалуй скрипт я начал сейчас я доскажу вот если мы открываем настройки пай чаром а именно с этой средой мы работаем то здесь если посмотреть да то тут очень много вещей вообще ну в пай чаром вообще много вещей и здесь достаточно много языков которые нам помогают делать вот такие вот вещи допустим вот мы нажимаем фолов до он фолов то есть без перегрузки страницы это java script это joker это тип скрипт очень много но все они имеют один корень это java script все они имеют либо расширяющие либо на написано основе java script либо как от microsoft там тип скрипт ну я так называю по своему тип скрипт да тайп скрипт является настройками и поэтому мы конечно же я пошел основательно в этом вопросе я начал создавать курсы с нуля то есть я учитываю то что например джанга вы уже знаете хотя довольно подробно разъяснилось здесь вот написано до обратить внимание это продолжение начала урока смотреть бесплатном доступе то есть здесь вот есть уроки где мы настраиваем наши джанга приложения и далее далее я решил что будет правильно это изучить java script но допустим вот здесь вот уже на данный момент может быть уже намного больше 14 курсов в принципе это только база база java script вы смотрите в книгах до этому посвящено ну а силы две страницы 1 я так как это мой не первый язык считаю что когда человек понимает базу ну то есть какие типы объекта в языке что язык основное может делать чтобы дальше перейти к нормальному изучению языка надо четко понимать владеть там объявления переменных ну разные вещи которые составляют базу и при помощи которых мы можем легко войти в язык поэтому я решил что базу надо дать очень основательно и уже вот на 16 или 18 часов это все база вопрос в том что я тут стремлюсь к чему то есть когда вы будете смотреть java script да вы поймете что я его изучаю вместе с вами то есть я показываю как я изучаю новый язык так как у меня цель писать хотя я уже применял его на этом сайте вот при этих вещах при допустим при фоллов при просмотре фотографий я его применял но я его применял грубо говоря разбирался от случая к случаю надо или нет потом мне это надоело я понял что java script я буду использовать постоянно и я решил что потом да еще скажу мне понравились тайп скрипт мне понравилось жукерри мне понравилось очень много библиотек и фреймворков которые можно было бы использовать но у них у всех корень например java script и конечно можно от случая к случаю с полупониманием разбираться я решил раз и навсегда кардинально решить этот вопрос то есть разобраться очень подробно java script чтоб потом когда есть четкое понимание данного языка все остальные библиотеки настройки языки написанные или настроены на java script становятся читаемыми и понятными на них уже будет время затрачено мало нам просто надо инвестировать время java script теперь вы понимаете да то есть вот этот сайт он расширяет возможности python и jango и вы можете абсолютно брать любые фреймворки все что угодно я объясняю к чему то есть если вы хотите сделать сайты которые сложнее чем простые сайты которые имеют участников где есть подписки которые имеют например ленту до ленту которые имеют определенные новости например перейдя по новости да там посмотреть все новости вот я опять это java script если посмотрите вот две новости да потом раз они выдаются уже по 4 я дали раз собираюсь вообще это приложение расширять и тут будет на странице новости и другие приложения тут появится письма ну все прочее чтобы по сути дела человек посмотрел на страницу если это близко ему например он тоже занимается там киви ли он тоже занимается джанго то он мог подписаться и уже смотреть что делает другой участник в ленте до в ленте я сделал что выводится последний 100 событий конечно же если вы хотите делать более сложные сайты то конечно же вам необходимо немножко больше и допустим если здесь все немножко сложнее здесь мы уже работаем с абстрактными моделями здесь мы работаем с классами джанга здесь мы работаем с такими вещами вот например при установке джанга все наверно знают кто немножко знает джанга что джанга country content тип из то есть типы контента она устанавливается по умолчанию но ее практически никто не использует правильно нет необходимости при использовании написание там совершенно простых сайтов обычного там магазина или обычного блога или обычного сайта но когда мы пишем так многие даже и не подозревают что это за библиотека просто людям это они не знают про нее да знают но что она делает не знает но если мы начинаем делать такие вещи как значит подписки то есть нам надо делать определенные вещи да то есть кто на кого подписывается отслеживать то в принципе тогда когда мы понимаем что у и а нам нужен инструмент и тогда мы только наконец-то узнаем о обинс фреймворке который входит фреймворк джанга который называется контент типов да то есть типа контента в принципе этот фреймворк что он делает он собирает себе все модели проекта и хранить всю информацию по сути дела если он собрал все все модели то мы имеем доступ ко все модели мы значит мы можем перепутывать их насколько у нас хватит только фантазии и писать очень сложные вещи представляете а это очень просто пишется на самом деле но у джанга есть такой инструмент много чего у джанга есть то есть на самом деле это я открыл вот этот сайт который сейчас показываю просто хочу вам сказать что рано или поздно вы изучите джанга изучить я вам рекомендую в школе на spb-tut.ru если вы только начали если вы совсем новичок то есть вы только выбираете язык только выбираете язык то конечно же вам надо сайт spb уже потом когда вы купили доступ к спб к спб кстати пожизненный доступ вам необходим будет доступ к сайту пайтон тире тут точка ру но затягивать с этим тоже не надо потому что сейчас акции но цена будет выше но это и нормально это и нормально почему потому что информация на этом сайте очень ценная поищите на самом деле довольно сложно найти подробное руководство как написать социальную сеть где будет очень подробно проводиться все ведь на этом можно затратить вообще годы да как получилось у меня но зачем вам затрачивать годы если вы просмотрев уроки начнете это делать намного быстрее по сути дела давайте ответим на такие вопросы этот сайт он расширяет возможности python в любых направлениях и расширяет возможности Django в любых направлениях что касается веб то вот я лично здесь закладываю это платформы совместного использования ну грубо говоря социальные сети я вам пояснил что надо один раз один раз научиться и понять как это пишется то есть как пишется чтоб были участники как пишется чтоб были подписки как пишется чтоб были была лента дальше можно развивать делать варианты но смысл здесь один что люди могут сайт использовать совместно далее я обязательно пойду дальше буду соединять Django и Kiwi то есть когда все вполне логично получается когда мы научились писать социальные сети то хотелось бы все это дело перенести и на мобильный телефон получается у нас уже будет база знаний по написанию социальных сетей уже какие мы будем писать эти социальные сети зависит от нас это не обязательно социальная сеть это может быть сайт для фирмы где сотрудники могут общаться это может быть платформа для какого-то магазина это может быть платформа для какого-то сообщества это может быть платформа для школы смысл один один и тот же смысл чтобы люди могли на сайте между собой взаимодействовать конечно же эти знания они ценные согласитесь и они стоят того и конечно же я думаю что каждый из вас хотел бы если вы уже смотрите и досмотрели до сюда изучить Python изучить Django изучить JavaScript ну здесь я вообще курсы они постоянно добавляются и дизайн постоянно меняется то есть я над ним работаю ежедневно код все все в курсах есть подробные курсы видео смотри делай и и так ребята все разбираем досконально но ведь это совсем не все допустим если мы хотим если мы хотим делать сайты посложнее сейчас то нам надо больше на самом деле нам надо JavaScript нам надо Ajax нам надо jQuery нам надо JSON нам надо Redis и это еще не все но вот этого по крайней мере хватит это полный набор чтобы написать любую социальную сеть почему надо столько библиотек ну например JavaScript это надо его базовое понимание так как все остальные библиотеки Ajax jQuery они написаны на JavaScript а другие допустим также есть фреймворки а другие языки как TypeScript допустим от Microsoft это надстройка на JavaScript то есть куда ни ткнись везде JavaScript JS так вот JavaScript он может работать сам по себе может работать с HTML CSS но JavaScript он не умеет ничего никуда передавать он может работать со страницей это сделано для того чтобы обеспечить нашу безопасность а вот когда мы хотим допустим работать сервером то есть передавать данные на сервер мы будем использовать Ajax либо Node.js то есть вот это это получается расширение JavaScript написан JavaScript но конкретно для работы серверами и там уже нет ограничений именно тот же Ajax мы будем вбивать функции Django то есть в представление и будем передавать только Ajax работает на стороне сервера то есть ведет обмен сервером а Jukeri работает на стороне клиента но нам понадобится и то и другое JSON ну это очень важный протокол который используется и в REST и он простой он читаемый и машинными людьми легко и понятно что Django его этот протокол передачи да то есть очень сильно использует и в тестировании и при передаче и в REST и везде и DC его очень хорошо понимает и использует поэтому здесь как говорится сошлись дальше редис но это вообще офигенная вещь на самом деле вот редис в действии если мы посмотрим просто вы ну например мы переходим вот JavaScript методика Болшиновского да и нажимаем там нравится но я себе сам не буду жать поэтому я убираю ну вот смотрим сюда вот здесь меняется на самом деле все это сделано при помощи редис сохраня конечно можно было бы написать на Django как многие делают да и показывают я видел в интернете на чистом Django для сохранять тот же лайк в базу данных но ребята это же кощунство ну представьте хорошо сайт небольшой в принципе никакой нагрузки ну а если у вас будет там тысячи пользователей и каждый лайкнет и все это в базу так база вылетит я не знаю ну по крайней мере стонать будет поэтому конечно же разумно такие вещи как фолловеров лайки и все вещи которые мы хотим чтобы они во-первых отображались без перезагрузки страниц сохранять в редис почему а редис представьте это база данных в оперативной памяти при этом вы можете там четко отделить определенную память ну грубо говоря чтоб вы понимали там если у вас там хотя бы 2 мегабайт или 8 200 мегабайт из двух там да для редиса будет больше чем достаточно 100 мегабайт будет но ну для этих кликов сколько там надо мегабайт но вопрос в том что тот же редис он может обрабатывать за миллисекунды сотни тысячи таких вещей без напряга и это не все в редис делают кэш в редис делают много что другое то есть поняли да то есть для того чтобы написать более сложный сайт надо знать много вещей и именно вот этому и посвящен данный сайт python-tut.ru если вы вам интересно действительно развиваться как профессиональному программисту как профессиональному программисту то конечно же вам будет это направление интересно почему потому что например на сегодняшний день я уже вырос и хочу чтобы вы выросли до этого уровня и это опять только начало ребят потому что на самом деле когда начинаешь работать с теми же платформами для общего доступа с теми же то есть писать социальные сети все это быстро начинает развиваться я говорю надо один раз понять а вот для многих кто хотел бы услышать на самом деле изучив python все все что кроме веб да веб просто это то что всегда востребовано да там написание графических приложений все оно на python проще очень интересное направление это киви и она тоже будет развиваться на этом сайте то есть мобильные приложения написание мобильных приложений ну про это я уже говорил это моя одна из любимых библиотек она за эти годы очень сильно выросла и продолжает как как ракета просто лететь вверх ну далее можно просто тогда сказать да что сай есть допустим сайт spb-tut.ru его цель это вывести человека с начального на средний уровень что касается сайта python-tut.ru его цель уже развитие python Django в разных направлениях и здесь упор я делаю на python потому что на самом деле вот когда я начал делать форум то есть здесь и группы и форум то здесь у нас и среды разработки и мобили и другое и ученики вам показал показывал развивают идея то есть здесь абсолютно разные направления абсолютно разные направления я надеюсь что вы поняли что и школа сама spb и сайт продолжение школы python-tut.ru значит это одна связка одна связка где есть начало дальше идет продолжение то есть если вы хотите иметь постоянный рост писать более сложные сайты конечно же тогда python-tut.ru это ваш сайт и даже если новички здесь допустим вы получите если вы совсем новичок то у вас будет и в доступе бесплатно при покупке вы получите про 3 к про 365.net где материал написан так что поэтому понимают дети 6-8 лет даже можно зайти гостем и здесь уже можно начать посмотреть курсы изучаем программирование от а до я очаровать начало полного курса то есть поймите что все очень просто все идет от простого к сложному в данный момент и определенное время будет акция но у меня здесь немножко свои цели я их не буду раскрывать но потом цена будет высокая сразу скажу почему потому что материал того стоит материал достойный и очень важно быть в школе быть в процессе ребята друг другу помогают в группе где-то на форуме но когда вы находитесь в процессе то есть вы постоянно получаете находясь в школе постоянно получаете информацию по пайтон вы постоянно развиваетесь конечно же писать будете просто школа работает не первый год я уже увидел в реальности сотни людей начали писать на пайтон самое интересное что тех кто приходит в школу они никогда не бросают в принципе это наверное была моя изначальная цель чтобы человек остался в языке как он будет развиваться дальше в каком направлении он найдет себя то есть второе как какое-то вот закладывал я это поиск себя ведь с пайтоном мы можем попробовать все что угодно вот послушайте на слух такую важную фразу который написал я видел двух местах у разработчиков google и у разработчиков значит программного обеспечения там по библиотеке тога вот как они написали интересно одинаковая мысль пайтон такой язык который очень понравился разработчикам он прост для новичков но становится очень мощным средством для профессионалов то есть на нем можно написать все что угодно это дает возможность человеку найти себя почему потому что можно и в направлении жанга развиваться можно развиваться в направлении там мобильных приложений можно развиваться в направлении графических приложений можно писать ну все что угодно по сути дела вторая мощная вещь что пайтон очень хорошо ладить с любыми подобными языками основными значит c плюс плюс c java и даже есть реализации то есть сколько лет я работаю с пайтон я только с каждым днем все с каждым днем все больше поражаюсь его мощности и мне очень понравился фреймворк жанга instagram написано жанга youtube youtube любимый многими на самом деле написан то на пайтон ребята источник марк лутс а это я не то открыл на пайтон на пайтон плюс конечно же используют и java script мы видим дорогие друзья поэтому для меня вопрос выбора пайтон он вопрос решенный уже много лет назад я просто хотел сказать что я не переставля не перестаю удивляться мощности пайтон да этому языку ну а я надеюсь что с этого рассказа вы поняли я надеюсь что я развил у вас интерес развиваться дальше стараться пройти продвинуться дальше научиться изучить еще несколько других языков программирования таких как java script изучить значит его составляющие библиотеки все это применять в джанга в пайтон и делать уже более сложные вещи спасибо за доверие значит как оплачивать вы переходите по любой ссылочке и допустим есть сейчас идет акция то вы будете перенаправлены спайтон тире тут на сайт спб тире тут точка ру просто тут у меня сейчас https стоит и он у меня официально зарегистрирован поэтому как магазин и как сайт и как магазин используется поэтому здесь есть страница оплаты пайтон тире тут вы нажмете на ссылку и далее надо просто заполнить все поля и нажать оплатить любые карточки принимает ну что спасибо за доверие спасибо за доверие что я хотел еще сказать приглашаю и дальше развиваться в мир python жанга для кого-то это будет смена профессии для кого-то хобби но все найдут себя так как реализовать можно все что угодно у вас конечно же я думаю есть мечты все получится ребят спасибо 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 спасибо